Я вас приветствую, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Очень рады, что сегодня в такой холодный день мы можем быть вместе в теплой церкви. Вы знаете, перед тем, как мы сейчас будем с вами размышлять на ту тему, которую, я считаю, Бог говорил прежде ко мне и положил на мое сердце, мое желание, чтобы мы начали с чтения Слова Божьего. Мое желание, чтобы вместе с вами открыли Евангелие от Матфея, 11 глава, и прочитали 28 стих. Давайте мы вместе, вставшие, выслушаем этот текст. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вы можете садиться, друзья. Мы видим здесь слова самого Иисуса Христа. И Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я думаю, 2000 лет тому назад, когда Христос вживую говорил эти слова, эти слова, они были такими сильными. И когда люди слышали это, люди были утомлены, обремененные в то время, и они видели выход из этой ситуации, что Христос призывает их прийти к Нему. И это были очень сильные слова. Но, знаете, замечая в это время, в которое мы живем, замечая даже за собой иногда, что мы много раз читаем этот текст, мы много раз слышим, может быть, проповедь. Много раз нам кто-то, может быть, говорил этот текст из Писания. И почему-то эти слова стали не такими сильными. Почему-то эти слова самого Иисуса Христа не такие сильные в нашей жизни, как они были, может быть, тем людям, которые слышали 2000 лет тому назад. И это очень знакомые слова, многие из нас, может быть, на память запомнили, можем сказать наизусть, много проповедей слышали. Но почему-то, когда мы читаем, что Христос говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Он нам даст покой, почему-то эти слова не имеют такое значение, такую силу в нашей жизни. Но вы знаете, сегодня, когда мы живем, люди в этом мире, они обремененные. Так же, как они имели проблемы 2000 лет тому назад, так же и сегодня люди имеют проблемы. Сегодня люди труждаются. Но, к сожалению, сегодня люди, они не идут ко Христу. И тема сегодня нашего размышления с вами, это причина, почему мы обремененные, почему мы труждаемся, это потому, что мы не идем ко Христу. Причина, почему мы обремененные, это потому, что мы не идем к Иисусу Христу. И знаете, настоящая реальность, это то, что в то время, в котором мы сейчас живем, это страна, в которой мы живем, это общество, в котором мы находимся. Здесь очень много переживаний, очень много беспокойства, очень много страха. И реальность в том, что страх сейчас, он царствует в этом мире. Люди очень сильно боятся, очень сильно переживают, и очень многие люди обремененные. Мы живем в такое время, где очень много людей переживают, где очень многие люди даже не могут нормально ночью поспать, потому что есть всякий стресс, какое-то переживание, какое-то беспокойство, какие-то мысли постоянно лезут. И люди постоянно обремененные, люди постоянно боятся чего-то. У людей страх в их жизни. И это мир, в котором сегодня, друзья, мы живем. Это время, в котором мы сейчас живем. И мое желание, что когда мы сейчас будем с вами размышлять на эту тему, чтобы мы прежде всего подумали про самого себя. Чего я боюсь? О чем я переживаю? Что мне не дают ночи спокойно отдохнуть и поспать? Какие постоянные мысли в моей жизни? О чем я беспокоюсь? Я уверен, что каждый сегодня человек здесь, включая меня, есть что-то, о чем мы переживаем. Есть что-то, чего мы боимся. У нас у всех есть какая-то бремя, какая-то трудность, какое-то переживание. И я уверен, что многие сегодня из присутствующих прошли через очень много трудных моментов в жизни. Может быть, последние пару лет были для вас особенно сложными. А может быть, для некоторых из нас года, которые ожидают впереди, будут особенно какими-то сложными. Какие-то будут трудности, переживания, ситуации сложные. Но знаете, Иисус Христос, Он это знает. Он знает это. Он знает, через что я прошел. Он знает, через что вы прошли. И Он знает, через что вы даже пройдете в будущем. И зная это, видя это, видя тебя, видя меня, Он призывает нас приходить к Нему, когда у нас есть трудности, когда мы обремененные. Но, к сожалению, вы знаете, мы иногда принимаем другое решение. Вместо чем приходить ко Христу, когда мы обремененные, когда мы труждаемся, мы принимаем, знаете, какое решение? Решать проблему с самим. Берем на себя это все. Думаем, что я могу эту проблему решить. Я что-то сделаю, и у меня не будет этого переживания. Я как-то решу это сам. Я знаю, как избавиться от этого переживания. Я знаю, как избавиться от этой трудности. И мы думаем и носим это сами на себе. Смотрите, у меня здесь есть бутылка воды, да? И у меня есть вопрос для каждого из вас. Как вы думаете, сколько эта бутылка воды весит? Вы знаете? Сколько? 200 грамм. 500 миллилитров. Правильно, я маленько отпил, здесь маленько меньше. Смысл в том, что сколько эта бутылка весит, не имеет такого значения, как долго я буду ее держать вот так. Если я продержу эту бутылку одну минуту, она не будет казаться слишком тяжелой, правильно? Если я продержу ее две минуты, она не будет казаться слишком тяжелой. Если я даже пять минут ее продержу вот так, она не будет казаться слишком тяжелой. но после одного часа она начнет казаться более тяжелой. Если я смогу шесть часов эту бутылку продержать, то моя рука начнет болеть. Если я смогу как-то, может быть, набраться силы продержать эту бутылку целые сутки, 24 часа, то моя рука уже онемеет и просто станет парализованной. И знаете, очень похожее происходит в нашей жизни. Эти проблемы, которые мы имеем в жизни, эти трудности, эти переживания, они начнут нас парализовать, чем дольше мы будем их держать. Может быть, они кажутся небольшими проблемами сначала. Может быть, они кажутся не сильно большими переживаниями сначала в нашей жизни. Но чем дольше мы будем держать, чем дольше мы будем это носить внутри себя, на своих плечах, тем дольше, тем тяжелее оно будет вставать в нашей жизни. И может быть у нас есть какая-то проблема, какое-то переживание, с кем-то поссорились, что-то может быть не получается в жизни. Или мы просто о чем-то постоянно переживаем, и мы начинаем замечать за собой, что мы носим эту проблему пару дней. Вроде все нормально. Мы начинаем носить эту проблему пару недель. Проходит одна неделя, вторая, третья, четвертая. Проходит полгода, потом один год, два года, пять лет, десять лет. И эта проблема, которая вначале выглядела не сильно большой, она нас парализовала. Она оставила нас без сил, и мы прогорели. Я уверен, что вы тоже иногда, может быть, видели человека или в своей жизни это почувствовали, когда вроде небольшая проблема, не сильно серьезно. Пройдет, время пройдет, эта проблема не будет в моей жизни. Но мы смотрим на этого человека или на себя и думаем, как я оказался совсем без силы, как я так прогорел. Это потому, что я так долго носил этот вес в своей жизни. И знаете, к сожалению, часто бывает в нашей жизни, даже в жизни верующего человека, мы принимаем решение не идти ко Христу своими переживаниями, но носить на своих плечах. И вот это может быть маленькое переживание, маленькая трудность, которую мы вначале не принесли ко Христу, она нас парализует. И чем дольше мы носим проблему, ситуацию, тем тяжелее будет ее отпустить и разрешить, и тем тяжелее она будет в нашей жизни. И иногда нам нужно взять эту трудность, которая у нас есть. Вот о чем бы вы сейчас не переживали? О чем бы вы сейчас не теряли сон в вашей жизни? Какое бы бремя не было в вашей жизни, может быть, сегодня просто нужно взять и поставить этот вес. Может быть, нам просто нужно прийти к Богу. Весь этот вес, который мы имеем, все эти переживания, все трудности, нам нужно просто принести ко Христу и сказать, я не знаю, как эту ситуацию починить. Я не знаю, как это разрешить. Я не знаю, как перестать переживать. Я не знаю, как перестать иметь стресс в своей жизни. Я даже не знаю, как перестать бояться. Но я верю, что, Иисус, Ты мне можешь помочь. Я верю, что Ты мне можешь дать покой. И Ты призываешь меня прийти к Тебе. Я верю, что Ты можешь дать мне покой. Итак, какие вещи сегодня обременяют людей? Какие сегодня есть тяжести и трудности в жизни человека? Я знаю, что жизнь, она очень непростая штука. Очень тяжелая жизнь. Всякие разные неожиданные моменты случаются в жизни. У всех разные ситуации, у всех совсем разные проблемы. О чем я переживаю, может быть, об этом вы не переживаете. О чем вы переживаете, может быть, я не переживаю. Но жизнь, она очень разная. И жизнь, она очень тяжелая. И сегодня, прежде всего, вы знаете, чем люди обремененные? Люди обремененные грехом. Люди чувствуют тяжесть греха. И реальность греха, она очень действительно, она очень настоящая. Люди обремененные своими грехами. Даже, может быть, та мысль, что тот грех, с которым я страдаю, тот грех, который я не могу оставить, может быть, проходит 5-10 лет, и я не могу перестать иметь этот грех в своей жизни. И у людей бывает мысль, как Бог, Он может меня простить? Как Бог простит меня, когда я не могу перестать иметь этот грех? Бывает у людей мысль, как я могу заслужить Христа? Как я могу заслужить Его любовь? Как я могу заслужить Его жертву? Но реальность в том, что, друзья, мы не можем заслужить Христа. И мы никогда не заслужим Его любовь. Но Он просто любит каждого из нас. Он любит тебя, Он любит меня. И кто бы ты ни был, какую ты жизнь бы ни прожил, какие бы у тебя грехи бы ни были, Христос любит нас, и Он заботится от нас. Давайте посмотрим послание к евреям, 12 главу, и прочитаем с 1 по 3 стих. Послание к евреям, 12 глава, 1 по 3 стих. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою, поругании от грешников, чтобы вам не изнемочь, и не ослабеть душами вашими. Иисус любит каждого из нас, несмотря какой мы человек. Что, может быть, мы сделали в своей жизни? Какую мы жизнь прожили до сего дня? Иисус любит тебя, несмотря какой грех у тебя сегодня есть в твоей жизни. Но Бог, Он призывает нас отпустить этот вес греха и смотреть на то, что Христос сделал для нас. Бог призывает нас посмотреть на Голгофский крест и посмотреть, через что Он прошел в своей жизни, живя на этой земле, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть. И Он призывает смотреть на крест. Он призывает смотреть на Христа, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть. Если сегодня мы видим, что мы просто поражены грехом, может быть, мы обременены нашими грехами, нашими поступками, то нам нужно просто перестать носить этот вес на своих плечах. Нам нужно посмотреть на Христа и вспомнить, что Он сделал для каждого из нас. И нам нужно поверить, что Он это сделал для тебя и для меня, и теперь я прощен. И как мы сегодня слышали уже о блудном сыне, этот отец, ему было без разницы, в каком состоянии пришел его сын, что он был грязный, что у него была порванная одежда. Он просто радовался, что он вернулся. И также Иисус Христос, ему без разницы, в каком состоянии ты придешь к Нему, в каком состоянии ты находишься сегодня. Он просто будет радоваться, если ты придешь к Нему. И сегодня также люди не только обременены грехом, но они обременены проблемами физической жизни. Я не могу сказать вам, сколько людей говорят сегодня, сколько даже, скольки людьми я говорил в своей жизни, которые просто не могут перестать переживать про свою школу, про колледж, чтобы все вовремя сдать, все закончить. Люди теряют реально сон из-за этого, люди не могут иметь покоя из-за этого. Сколько много людей сегодня переживает за свои работы, не знают, и будут они иметь работы или нет. Люди переживают о своем финансовом состоянии, люди переживают, что у них не хватит денег заплатить за свой дом, за машины, за карточки, все, что у них есть. И люди реально переживают об этом. Может быть, для некоторых из нас это не переживание, но для некоторых из нас это реальная трудность. Многие сегодня люди переживают о своем здоровье, особенно последние пару лет, все, что происходит в этом мире. Люди переживают о здоровье своем, о своих детей, о родителей, о близких. Люди серьезно переживают об этом. Люди переживают о всех отношениях, которые они имеют, много разрушенных отношений, ссоры, обиды, разорванные отношения. Люди переживают об этом. Вот сегодня много неуверенности в этом мире. Люди не знают, что будет завтра, что будет через год, что будет с экономикой, что будет дальше с пандемией, что вообще будет в этом мире. И люди очень сильно переживают. Очень много стресса в этом мире. Но Писание учит нас, чтобы мы не боялись. Писание учит нас, что Бог никогда не оставляет тебя, никогда не оставляет меня, и Он ведет нас за нашу руку. Смотрите, пророк Исаия пишет в 41 главе 10 стих. Он говорит, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя в деснице и правде моей. Бог говорит нам, чтобы мы не боялись, потому что Он с тобою, Он со мной. Он говорит, что Он укрепит нас, и Он поможет нам, и Он будет идти рядом с нами. Если сегодня мы видим, что в нашей жизни мы, может быть, просто выбились из сил духовно, мы имеем какой-то грех, который мы не можем отпустить, не можем победить, или мы думаем, что мы так глубоко уже утонули в своих грехах, что Бог не может простить, и, может быть, этот вес греха уже парализовал тебя, просто сжал тебя, то тебе нужно сегодня прийти к Богу. Тебе нужно сбросить весь этот вес, весь этот груз в твоей жизни, посмотреть на крест и знать, что Он может тебя и хочет тебя простить и поменять тебя. Смотрите, первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вы видите, здесь ключевое слово «если» – «эф» – «если исповедуем грехи наши». И это призыв к действию в нашей жизни, чтобы исповедовать наши грехи, и чтобы сбросить этот груз и прийти ко Христу. И тогда написано «Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». И это факт. Он очистит от всей нашей грязи, от всех наших грехов. Или сегодня, может быть, мы видим, что мы просто перетомлены, просто обременены этой жизнью. Всеми проблемами, постоянно трудность, постоянно проблемы, постоянно мысли, какие-то плохие. То нам просто нужно тоже этот груз отдать Христу. Нам нужно поверить и вспомнить то, что Христос в контроле абсолютно всего, что происходит в этом мире. И нам нужно всю нашу надежду не в себя вкладывать, не надеяться на себя, но полностью всю свою надежду положить на Христа, потому что Он заботится о нас. 1 Петра 5,7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Какие бы заботы ни были, какие бы ни были переживания, трудности, что бы сегодня не обременяло вас, не тянуло вас вниз, это все нужно принести ко Христу, потому что Он заботится о нас. Конечно, я знаю, много людей говорят, «Ну ты не понимаешь, жизнь не такая простая, может быть, у тебя нет проблем, может быть, у тебя нет переживаний». Но я понимаю, друзья, жизнь, она непростая. Я понимаю, что очень много неожиданных ситуаций в жизни. Я понимаю, что есть очень много трудностей. Но реальность в том, что если мы будем стараться идти по этой жизни одни, если мы будем стараться нести весь этот груст на самом себе, на своих плечах, если мы будем стараться нести это бремя греха в своей жизни сам, эти переживания на своих плечах, то ты будешь постоянно чувствовать себя переутомленным, ты постоянно будешь чувствовать, как будто ты побежден и как будто ты остался без сил. Несмотря на то, через что мы сегодня проходим в нашей жизни, что ты проходишь в своей жизни, нам нужно прийти к Нему и положить этот груз, этот вес у ног Иисуса Христа. Итак, давайте сейчас еще раз с вами прочитаем тот текст, который мы начали читать вначале. Это было записано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Итак, давайте сейчас еще прочитаем с вами также и 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим». Я думаю, вы все здесь знаете, что такое иго, да? Что-то по-английски это слово «yoke». Это было использовано, чтобы соединять животных вместе, чтобы они могли делать какую-то работу. И чем дольше мы будем носить эти проблемы в своей жизни, на самом себе, чем дольше мы будем под игоем этого мира, или даже, может быть, будем стараться нести иго сами, этого мира, этих проблем, то тем больше и больше мы будем прогоревшие и выбитые из сил. Но Христос приглашает и призывает нам взять иго его и быть с ним, и тогда мы найдем покой душам нашим. Дорогой друг, я знаю, что жизнь тяжелая. Я знаю, что есть трудности и переживания. Если сегодня ты прогоревший, ты переутомленный, ты обремененный, ты имеешь трудности и переживания, перестань идти по этой жизни один. Перестань стараться сам как-то что-то разрешить и исправить. Отпусти этот вес, этот груз. Приди к Иисусу Христу и почувствуй, что действительно значит иметь покой для наших душ. И последнее, как мне приходить к Нему? Христос призывает, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, я вам дам покой. Но как мне прийти к Нему? Вы знаете, Бог сделал что-то очень особенное, когда Христос умер на Голгофском кресте за наши грехи. Бог через Своего Сына Иисуса Христа дал нам Духа Святого. И Бог дал нам прямой доступ к Богу Отцу через Христа в молитве. И каждый, кто сегодня здесь, опять же, несмотря какую ты жизнь прожил, какие у тебя проблемы, какие у тебя трудности, какие у тебя бремя, каждый из нас может прийти к Нему в молитвах. И мы можем просто сказать, «Иисус, Ты видишь мое сердце? Ты видишь мою жизнь? Ты видишь, о чем я постоянно переживаю? Ты видишь, какие у меня проблемы? Ты видишь, чем я обременен? О чем я постоянно думаю? Ты видишь, может быть, грех, который меня постоянно тянет вниз? Ты все это видишь, Иисус. И я не знаю, как освободиться от этого. Я не знаю, как это отпустить. Я не знаю, как перестать переживать. Но Ты говоришь нам, Бог, через свое Священное Писание, чтобы мы приходили к Тебе, когда мы обременены. И я хочу это сделать сегодня. Я не знаю, как перестать переживать. Я не знаю, как перестать иметь стресс в своей жизни. Я не знаю, как восстановить, может быть, ситуацию, которую я сделал в своей жизни. Я не знаю, как, может быть, восстановить отношения с кем-то, с кем я испортил. Я не знаю, как перестать грешить. Я не знаю, как отпустить этот грех. Я не знаю, я просто переутомлен. Но я верю, что ты пошел для меня на Колговский крест. Я верю, что ты начальник и совершитель веры. Я верю, что ты всегда со мною, и что я не должен бояться, и что я никогда не бываю один. Ты всегда рядом. И я верю, что если я буду исповедовать грехи мои, то ты, будучи верен и праведен, простишь меня. И я верю, Христос, что только ты, и только ты можешь дать настоящий покой для моей души. Другой друг, через что бы ты ни проходил сегодня, Христос, Он ждет. Он зовет и Он призывает, чтобы мы приходили к Нему. Но нам нужно сделать это действие. Нам нужно сделать это. Не просто сидеть и ждать, но нам нужно приходить к Нему. Через молитву. И просить у Него, чтобы Он давал нам покой. Потому что только Он это может сделать. И давайте в наших молитвах мы не только будем приходить к Нему, но также будем и славить Его за то, что Он дает нам такой доступ и такую возможность быть так близко к нашему Спасителю. Слава Ему за Его любовь, за милость, за все, что Он делает в нашей жизни. Аминь. Хоть молиться. Хоть молиться.